Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами смотрим и слушаем архивные записи замечательного музыканта, исполнителя на редком инструменте, вибрафон, Лайнел Хэмптона. Музыкант он действительно уникальный, и надо сказать, что на своем инструменте равных ему, в общем-то, ну, нету ему равных. Он считается и первым, и самым великим вибрафонистом. У него и бешеная техника, и он прекрасно разбирается в музыке. У него всё. Тут интересно другое. Вот почему, допустим, блестящий музыкант, но почему он становится бенд-лидером? Как это происходит? Ну, происходит это по разным причинам. Например, некоторые музыканты настолько выше своих партнёров в части технологии музыки, аранжировки, вот такие, как Глэн Миллер, что тут совершенно очевидно, что выбора другого в окружении не может быть. Этот музыкант должен стать лидером. Бывает так, что певец джазовый, допустим, ну, у нас это яркий пример в Союзе, это Леонид Утёсов. Он не такой был большой музыкант, как многие музыканты, которые его окружали, но он был яркой личностью, певец. И вот оркестр, который с ним работал, получил его имя. Это был оркестр Леонида Утёсова. Может быть так, что исполнитель действительно такой виртуоз, что его знают все, и очень яркий человек. Таких было очень много. Там был и Томми Дорси, тромбонист, и Бенни Гудман, кларнетист. И, кстати, наш Ланил Хэмптон. Он тоже виртуоз. Можно и по этому признаку стать бенд-лидером. А у Ланил Хэмптон было еще другое качество, которое необыкновенно важно для руководителя оркестра. Он был настоящим шоуменом. То, что он делает на работе с оркестром, это говорит о том, что он очень хорошо знает эстраду, разбирается в ней и знает, как себя вести на сцене, что делает для того, чтобы его оркестр имел большой успех. Чего он только не делает. Ну, мало того, что он играет на вибрафоне, так он еще играет своим особенным способом на рояле, на бонгах играет, даже поет. Даже в одном месте я видел, как он взял в руки флейту. Ну, вряд ли он играл, просто изображал, наверное, но дело не в этом. Он шоумен. Итак, сегодня мы с вами смотрим архивные записи 40-х-50-х годов Ланил Хэмптон. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поет Патти Пэтч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поет Изабель Фриман Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...